ну что с первой каково состояние караваева и кто-то еще там травмированный вопрос максим после операции присоединился к команде но понятно что его участие в ближайших матчах исключено Родригал также занимается только пока с медицинским штабом еще группа целых игроков, которые не работают в общей группе это Ахмедов, это Педро, это Венду Караваев сегодня начинает тренироваться, посмотрим какие состояния после болезни остальные игроки все работают в общей группе и готовятся к ночам Сергей Богданович, удовлетворила ли Вас замену позиций матча с кинками от Венделла и Грушенкова? Это первый вопрос, с Вашего позволения Второй Исторически сегодня исполняется 80 лет со дня полуфинального матча Кубка Советского Союза 44-го года между Зенитом и Спартаком Кстати, первый матч завершился ничью 2-2 Переигрывки Зенит выиграл со счетом 1-0 Было 2 не забитых в пенальти Насколько для команды, для Вас лично важны такие исторические победные параллели? Спасибо Первая часть вопроса перестановки Грушенкова Венделла Здесь очень маленькая выборка по времени была Был прекрасный момент у Максима, когда он ассистировал Клаудинио Но в целом по началу матча 20 минут сказать что-либо достаточно сложно Он до этой позиции уже играл, он играл неплохо в тех или иных матчах В этом отношении он готов играть там, где ему скажут По поводу параллели между полуфинальным матчем Кубка СССР, конечно, мы их не проводим Это абсолютно разные турниры, чемпионат, кубок Если бы мы играли в полуфинале Кубка России, наверное, можно было провести параллели Чемпионат, другой турнир, сморство матчей Где есть возможность исправить любые ошибки На протяжении всей сезоны и выиграть, как правило, более стабильно Проходит весь турнир Конечно, мы помним в этой дате В первом трофее Зенита в истории Недавно с Инатом Сергеевичем даже общались на эту тему Снимали фильм, посвященный как раз этому событию И там как раз проводили параллели Что изменилось в каких-то футбольных аспектах По сравнению с первой победой Первым трофеем Зенита в истории Поэтому на сегодняшний день Таких параллели между настоящим матчем и темным Спасибо финалам, пока не Спасибо Дмитрий Недович Сергей Павлович, доброе утро Скажите, вот в связи с травмами Глушенко, Венделова, в частности Максима Есть ли у вас уже наметки, кем их заменить? Или, может быть, Зенит рассматривает ли кого-то в качестве каких-то трансферов В качестве свободных агентов Может кого-то взять на замену Глушенкова и Венделова? У нас целая группа игроков Конечно, по индивидуальным качествам Похожим на этих игроков, наверное, вряд ли можем кого-то заменить Но мы очень часто столкнулись с теми иными проблемами Перестраивали схему Ставили тех каких-то игроков на самых привычных позициях Но ребята понимают то, что нужно делать, играя в той или иной схеме и на той или иной позиции Будем исходить из того, что мы можем сделать Касаемо замены Пока не думали об этом Что касается трансферных каких-то вопросов Практически постоянно над ними ведется работа Если получается что-либо сделать для того, чтобы усилить ту или иную позицию Мы это делаем Если мы получаем Обходится тем, что есть такой процесс безостановочный Сергей Владимирович, тогда второй вопрос Проясните, пожалуйста, ситуацию с Александром Соболем Потому что слух входит очень много Вплоть до того, что он уже готов сыграть со Спартаком в эти выходные Или тот человек, который может прояснить ситуацию Совершенно точно у меня никаких новостей нет Сергей Владимирович Сергей Владимирович, добрый день В Финках мы с удивлением узнали, что у нас новый соотечественник Клаудинь Учит русский язык Правда, в его специфической части Игроки УФЭ, где вы начинали свою прекрасно складывающуюся карьеру Рассказывали, что вы вводили штрафы за ненормативную лексику Был ли наказан Клаудинью, ну, например, посещением Обязательным месячным литературным курсом русского языка Или оштрафован на какую-то сумму Или это будет сделано только в том случае, если будет наказание со стороны лиги РФС Если будет какое-то наказание со стороны лиги РФС Наверное, это вопрос клуба решать Что касаемо наших внутренних правил Я думаю, конечно, у нас ненормативная лектика не приветствуется По усмотрению тренингского штаба может быть оштрафован Но у нас все довольно цензурно и культурно выражаются во время тренировочного процесса И во время нетренировочного процесса, находясь на тренировочной базе К сожалению, контролировать все аспекты жизни и ребят Кто как говорит и где говорит, мы не можем Конечно, я сам противник употребления нецензурных выражений Конечно, в этом нет ничего хорошего Что касается наказания, я уже сказал На сегодняшний день их нет никаких И еще один вопрос, если позволите Отъезд Изидора в английский чемпионшип На ваш взгляд, что это такое? Желание потрафить игроку, который не хочет играть за Зенит А хочет играть во втором английском дивизионе Или Зенит освобождает место для регионера? Ни одно, ни второе Он хочет играть за Зенит Он очень старался, и вопросов по его отношению к работе нет абсолютно Но учитывая его, естественно, пожелание Это игрок молодой, которому нужно прогрессировать Нужно играть как можно больше для того, чтобы прогрессировать Мы пошли ему навстречу Их было несколько вариантов Из европейских клубов Так сложилось, что Он пошел туда Без главного тренера Я посчитал, что ему будет Достаточно Количество игрового времени Для того, чтобы он мог раскрывать свой потенциал А он у него, безусловно, есть Коллеги, время ограничено, два последних вопроса, пожалуйста Сергей Владимирович, доброе утро Коллеги спрашивали Углоса относительно атакующей минии Спартака Хотелось бы дать При подготовке к игре Обращал ли я внимание Становский штаб на результативность Баркова, Гальды Помечал ли какие-то особые приемы, может быть, в подыгре? Конечно, мы готовысь к любому сопернику Изучаем всех игроков, которые играют Которые могут выйти И индивидуально, и командно Я думаю, любая команда, наверное, это делает Но играет, я атакует И обороняется команда И мы много забиваем в этом чемпионате И Спартак много забивает Достаточно много в чемпионате Поэтому у нас тоже хорошие линии атаки Что касается обороны Это, конечно, важнейший аспект Организация игры И Спартак в этом компоненте Обороняется очень дисциплинированно сейчас И качеством, и количеством Видно, что ребята заряжены Сейчас команда на ходу Национально на подъеме Ну и свою очередь Тоже хорошо начали чемпионаты Будет интересно посмотреть За игрой очень хороших, сильных соперников Сергей Михайлович, здравствуйте Сергей Михайлович, здравствуйте В этом межсезоне Спартак очень хорошо усилился Хотелось бы узнать, во-первых Какую оценку поставили И в вашем компании И такой момент Кого отдельно Вы выделили бы сейчас из Спартака? Выделять, как сказал Дуглас Наверное, играет в любом случае команда Потому что в каждой линии Есть лидеры Те игроки, на которых строится Игра команды Что касается Вот такой же Спартака Обороны, конечно, это Бабич Который своим опытом И пониманием игры Конечно же является системообразующим игроком Для линии обороны Средней линии атаки Конечно, сейчас уделяется и Барко Который, опять же, пришел И национальный поел И у Галина адаптировался к чемпионату Ждали от него результативности И с момента приход Он сейчас играет так, как от него ждут И тренерские штатные болельщики И руководство Которые приобретали его к этому целому Тот же Зиньковский И Вагонда Который, в принципе, сейчас демонстрирует Хорошую игру И потихоньку к ним Подтягиваются И Мартинс И те же наши игроки Ребята хорошие Хорошо работают И тоже И Пруцов Что касается оборонителя То есть Центра поля И Умяров И Пруцов И игроки, которые умеют играть И контролировать мяч В целом Вся группа атаки Достаточно Качественная Этого Посмотрим Нас ждет Очень интересный Хороший мяч Коллеги Спасибо До свидания Продолжение следует До свидания